и преданные основную лекцию по санкиртане сегодня в честь приближающегося марафона даст вам бариш махараш его святейшество я спою киртан может быть скажу пару только слов у меня еще будет впереди программа тоже онлайн так марафон приближается вот-вот очень вдохновляю события ежегодные но те кто участвует знает что это особый вид вдохновения это то что можно достичь опыта в этой жизни духовного если вы спрашиваете человека о боге верит ли бога как он понимает бога то многие скажут нет бога никогда никто не видел и вот в этом главного сомнения в основном этот аргумент не видел не могу сказать может быть верю может быть не верю всякое бывает но не видел нет основания а вот этот духовный опыт и может дать нам возможность почувствовать опыт санкиртаны арма-йога тхьяна йога и в то же самое время кришна говорит бхагавадхити что ты можешь пойти другим путем все это оставить все эти пути просто предаться мне я лично проявлюсь твоей жизни буду защищать тебя от тех кто их несовершенств которые ты имеешь то есть нам даже не нужно становиться совершенными смотрите чтобы предаться богу и как это практически сделать это дал нам господь почитание маха праву санкиртана яга это этим подразумевает практически любая деятельность но главное это воспевание святых имен совместное санкиртана совместное собираемся вместе громко воспеваем святые имена бога и таким образом мы чувствуем его присутствие и чем больше людей в этом участвует тем острее этот опыт осязаем можете увидеть даже кришну да санкиртаны яга можете даже почувствовать его увидеть этот образ через изображение или он в уме может проявиться или в сердце может проявиться сможете понять это соприкосновение его качество его личную природу сами непосредственно в своем опыте как мы общаемся друг с другом когда влюбляемся допустим это опыт или когда враждуем тоже опыт с личностями какой же опыт встречи с богом и есть санкиртана ягья а есть еще используется инструмент разные да тут большие вот такие барабаны есть и да и бывает до 40 килограммов есть таки большие специально чтобы выйти на улицу и усилить этот звук и несколько ведущих тогда микрофонов не было в те времена господа читаний несколько ведущих находились в разных частях они вот 12 мридан вместе караталы цимбалы и голоса и проходили шествия такие они традиционные по сей день в индии эти харинамы проводят большие собирают садху большие харинамы собирают это всегда когда хотят нейтрализовать что-то очень дурное как эпидемия какая-то война допустим пандемия лучшее на самом деле средства для иммунной системы как выясняется повышает иммунную систему энтузиазм энергию все возрождается в человеке быстро это называется амриданга до мриданга тут брехат мриданга еще такое выражение когда большая мриданга используется это вот например из простыни литературы по всему миру о святом имени кришна до санкита на ягне о преданности бескорыстие любви к богу это распространение книг печатание распространение книг это называется брехат мриданга потому что можно услышать не за два квартала по всему миру этот метод нам дали ачарии что придет время когда нужно будет распространить по всему миру в каждом городе и деревне святое имя кришны необходимо будет это сделать другого выхода людей просто не будет так возродить цивилизацию заново придет такое время но как это сделать в те времена трудно было понять потому что не было таких технологий скажем как издание книг сегодня миллионными тиражами можно издать книги быстро очень цифровая печать уже даже не поднять и паграфская в мгновение ока можно издать книгу в те времена книгу переписывали от руки течение скажем месяца переписывалась только литература и как в таком количестве весь мир до обеспечить книгами трудно было представить все годы но предсказано было что это будет распространено по всему миру как подобно лесному пожару и что это будет никто не знал как это произойдет технически никто не мог себе представить но об этом сказал бахистан сарасватиш или пропаде своему ученику если у тебя появятся деньги какие-то говорит печатай книги тогда уже были печатные станки вот он указал на этот метод потому что вообще священное писание они но тоже трудно было до изменить вот это отношение к священную книгу о которой нужно печатать технически поймите священное писание устанавливается на золотом троне или на серебряном троне переписываться от руки браманом а тут просто какие-то рабочие собираются и издают просто печатают и там складывают машины это делают да можно так вот поступать со священным писанием или нельзя и очаре очаре сказал вот так надо делать надо использовать эти технологии не будет времени у нас раздумывать когда эти книги напишем когда раздадим не будет времени цивилизация будет в опасности большой опасности нужно сейчас все возможно использовать все технологии каждого человека кто может кто не очень может квалифицирован не говори вице берите книги читайте распространять эти книги предлагайте друзьям знакомым просто выкупайте и думайте кому еще подарить или распространить это дух санкиртаны в котором каждый из нас получает духовный опыт особая милость говорится что мир в очень сложном положении без шуток давно уже давно конца света ждут давно не дождутся и по идее должна быть либо либо война либо что-то еще но вот пандемия пришла просто а это же еще не не конец цивилизации правильно и не начало цивилизации это еще идут процессы очень сложные процессы мы видим что в умах людей очень сложные процессы оттуда все проблемы в политике во всех отношениях в умах из умов исходит как умиротворить людей санкиртана ягья мы воспеваем святые имена и мы начинаем чувствовать счастье все вместе индивидуально повторяем святое имя то же самое начинаем уважать больше жизнь и еще больше еще глубже проникать эту тайну жизни это могущество святого имени но его предписано не только повторять но и распространять по фактически кто-то уже повторяет тут тоже принимает понимает этот процесс у него появляется обязанность распространять это необходимость и вот в этой деятельности самое большое благословение говорится сегодня прапада писал эти книги днем и ночью в течение десяти лет знаете 10 лет каждую ночь прапада наговаривал комментарии к этим 10 лет каждую ночь днем он работал он очень сильно переживал что не успеет закончить этот труд основные книги он закончил он успел и он очень очень хотел чтобы книги сразу быстро издавались как читаем чередами это это целая история как она издавалась за сколько за два месяца пропадская любой специалист когда услышал это нереально 18 томов за два месяца в то время типографские эти вот методы еще и с иллюстрациями представьте картин не было посмотрите читаем чередами сколько там иллюстрации это еще за два месяца нужно сделать 18 томов с иллюстрациями издать вот эти тома высокого качества что пропады вы наверное не знаете этот мир технологии да но это невозможно сделать нам нужно ну примерно около ну около года хотя и пропады и пропады тут при утренцинентный гнев интересно было вот откуда он знал что это возможно он остановился был на прогулке посмотрел очень строго с чувством эту трость свою воткнул в землю сказал невозможное в словаре дураков и преданный когда вот ученик его услышал вот эти слова вот это настроение пропаду потому что под угрозой риска находится его духовной жизни сейчас откажется то под угрозой будет его духовной жизни сказал хорошо пропадом мы сделаем все возможное они сделали это художники спали в неделю два часа они сделали это это пропаду хотел чтобы книги эти вот появились чтобы люди читали по всему миру на всех языках и кто это может сделать скажите только преданные никто другой то есть те кто уже понимает суть бакте может передать у другим просто когда книгу даете вы понимаете этот смысл вы уже передаете с этой книгой очень много очень много если вы даже говорить не умеете что вы уже в сердце цените уже понимаете что вы даете человеку это самскара будет пожизненно мы все начинали с того что мы выходили распространяли книги вот другой возможности не было тогда распространять нам не давали залы у нас не было никаких помещений за нами следили кгб телефоны прослушивались как проповедовать как распространять книги только книги были это подпольных издавали под угрозой тюрьмы тюрем незаконно то есть я прям микрофон говорю там записывайтесь незаконным образом советское время приходилось издавать книги не типографии нет это принтеры были то в то время запрещенные государства то есть в частном в частном пользовании статья была преданные вот делали по ночам эти книги разгружали эти листы напечатанные разгружали по квартирам там складывали в такие книжки сшивали под пресс потом нужно было найти еще переплетчика профессионального заплатить ему деньги и мы как знаете как вот детективы есть же таким чемоданчиком приходили ставили и уходили приходил дал чемоданчик ходил потом снова чемоданчик стоял уходил мы приходили правильный чемоданчик и открывали и там был наш этот труд когда мы эти станицы складывали когда перевозили когда вместе собирались чтобы эти книги как-то обрезать там общем работать над ними то открывали тут были цельные бхагавадгид это было знаете это что-то было такое как вот открываете там такой свет просто какой-то сразу чувствовали все завтра же пойду на невский проспект с этой книгой вы не думали милиция тюрьма все затмевало вот что-то происходило это был контакт с кришной потому что но я не тот человек который пойдет на риск ради чего-то что в тюрьму сесть не тот нет я в доске не мог выйти вообще ответить урок а тут нужно на невский выйти еще с боговодгидой понимаете но вот что-то происходило удивительно и тогда не понимал что это происходило но вообще не думали ни о чем просто выходили все где-то милиция нету и мы начинали а когда начинали забывали а когда милиция приходила можно не боялись мы им тоже проповедовали в милиции проповедовали в протоколах там они записывали что-то про карму так распространялась мы даже не знали что мы кому первым распространять это будет милиция мы думали наши враги оказалось потом они нашими друзьями когда они узнали кто мы и что мы делаем они полюбили преданных милиция один переданный стоит этого милиционера а там чуть подальше преданный там где туда стал не заметил их предан видит милицию и преданно так надо что-то делать предупредить его и слышит как они разговаривают один говорит другому смотри 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 опять этот достал свою книгу на 5 да ну их не надо не трогать это хорошие нормальные люди и пошли другую сторону чего не заметили то есть люди очень хорошо как-то чувствовали этот понимали ведь это распространялось Сознании конечно также не знали что как это распространяется даже если вот так чтобы книгу не прочитал всё равно соприкоснулся с этим процессом духовным процессом поймите распространение трансцендентной литературы в которой подробно разъясняется что такое любовь к Богу что такая служение Богу это не материальный процесс даже когда в руки просто подержать уберете это уже не материальное действие неважно понимаете вот их не понимаете неважно не просто вы на полку поставили и забыли про нее нет вы хотите распространить это совсем другое настроение если даже не пойдете распространять на марафон но будете думать об этом вы уже получите благо уже получите да даже то что мы сейчас эту тему обсуждаем вместе мы получаем у нас многое сейчас меняется в нашем внутреннем мире в уме ведь мы же родились не для того чтобы есть и спать не заботиться только себе также вот живот пропаска изучайте себя изучаете природу изучаете бога источник силу источник твой вот наше предназначение и рассказывайте другим когда что-то понимаете вот чем смысл то что есть пальцы выкупляться обороняться унизительно для нашего интеллекта человеческого если нас так будут называть на будет обидно просто еда солнце выкупление оборона для нас обидно будет так думать это и так и есть это не наше предназначение мы едим и спим для того чтобы жить вот нужно разобраться что же такое жизнь жизнь это любовный обмен дайте людям что-то ценное дайте если у нас нет ничего ценного я беру у того кого есть эти ценности помогаю распространять и пропада оставил эти ценности вы увидите эти книги они как слава пропадан на 10 тысяч лет предназначен для как руководство будет к обществу уже этот процесс происходит читаете распространяете как можете это не давление это просто мы пытаемся понять что такое сангитана я хорошо но основную лекцию даст махараш я немножко попою киртан мы попоем вместе